Главная политическая новость дня. Послание президента страны федеральному собранию. Владимир Путин охватил все сферы жизни страны. Глава Чувашия Михаил Игнатьев присутствовал на оглашении главного документа. Вот как он прокомментировал основные инициативы главы государства. Я поставил задачу перед руководителями регионов, перед органами государственной власти с одной единственной целью, чтобы мы сохраняли семейные ценности на основе духовно-нравственных ценностей многонационального российского и русского народа. Укрепляли институт материнства и детства. Третьих, занимались вопросами повышения доходов, развивая реальный сектор экономики. В Чебоксарах представители Чувашского отделения Общероссийского народного фронта обсудили ключевые моменты программного документа. Вместе с ними акценты расставил и наш корреспондент Рифат Фадкулин. Эксперты ОНФ внимательно слушали послания президента и что-то записывали. Цель такого совместного просмотра конструктивно и взвешенно обсудить поставленные в послание задачи. Особое внимание в своей речи Владимир Путин уделил вопросам медицины. На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2020 году планируется выделить 550 миллиардов рублей. 90% этих средств – федеральные ресурсы. Сама модернизация будет запущена 1 июля, уточнил президент. По здравоохранению люди судят, конечно же, не по цифрам и не по показателям. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ожидать приема узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье. Владимир Путин напрямую поручил Народному фронту следить за состоянием дел в ФАПах. То есть в каких условиях сегодня они существуют, ну слава богу, у нас это строится, но чтобы конкретную помощь оказывали в каждой деревне, не отправляли со справками дальше куда-то. Еще одной главной темой обращения Владимира Путина к федеральному собранию стала социальная политика. Это забота о простом человеке, о труженике. Он сразу начал с того, что народ ждет изменений и изменений быстрых, чтобы сегодня это отразилось. Вот особо мне понравилось, что до семи лет ребенку, где в семьях минимальный прожиточный уровень, чтобы дополнительными денежными средствами помогать вот такие семьи. 11 тысяч рублей до семи лет. И при том еще детям в начальных классах, до четвертого класса бесплатное питание. Мне кажется, это очень важно, чтобы могли расти здоровыми дети. В обществе четко обозначился запрос на перемены, заявил Владимир Путин. В их основе лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. Ключевая задача на предстоящие десятилетия – обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов населения. Рифат Фадкулин, Павел Редков, Республика.